Друзья, всем привет! Воздушная тревога, но это не повод не записать для вас блог и очень, к сожалению, серьезная и тревожная тема. Скандал в результате поездки Зеленского в Соединенные Штаты Америки, конфликт с Трампом и руководством республиканцев фактически. Джонсон, спикер палаты представителей, требует отставки посла Украины в США, но это, честно говоря, беспрецедентно. В общем, что произошло, как мы к этому пришли, сейчас об этом расскажу вам. Не забудьте подписаться на канал, жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте, мне очень интересно ваше мнение. Итак, друзья, скандал, ну Трамп там выступил и сказал, что Зеленский фактически участвует в кампании против него и атакует его. Очень плохо, друзья. А спикер палаты представителей Майк Джонсон написал письмо на Зеленского официальное с требованием уволить посла Украины в Соединенных Штатах Америки Оксану Маркарову за поездку Зеленского в Пенсильванию. В общем, не больше и не меньше, что называется, большой скандал. Что же произошло? Ну, Зеленский поехал в ООН. Вы знаете, что он туда поехал, и там Генассамблея ООН. Ну, казалось бы, ну, что-то такого. Но, честно говоря, с самого начала было понятно, ну, наверное, Генассамблею пропускать не стоило, но вот дальше, хоть он и находится в США, в Нью-Йорке, но вот дальше Нью-Йорка бы ездить не стоило точно. Вместо этого Зеленский организовал целое турне по Соединенным Штатам. Почему дальше Нью-Йорка не стоило бы ехать? В США выборы. Выборы буквально через 40 дней. То есть все, это вот уже финишная прямая. Ну, все, нужно дождаться результата выборов. И самое главное, не дать даже шанса втянуть Украину в избирательную кампанию. Вместо этого Зеленский все сделал наоборот. То есть он себе составил целое турне по Соединенным Штатам. Начал вообще с Пенсильвании. Тут надо вам отдельно объяснить, что Пенсильвания это один из семи так называемых swing states, тех штатов, которые колеблются. То есть в Соединенных Штатах Америки, напомню, выборы проходят не так, как они проходят в Украине и вообще во многих, в большинстве стран мира. Там президент избирается не прямым голосованием, а выборщиками от каждого штата. И это приводит к тому, что, например, в 2016 году Трамп проиграл Хиллари Клинтон около трех миллионов голосов. Но при этом выиграл выборы президента США и стал президентом. Просто, чтобы вы понимали. И вторая особенность США, что большая часть штатов четко поделены между демократами и республиканцами. Вот там вопросов никаких нет. Есть штаты, которые всегда за республиканцев, есть штаты, которые всегда за демократов. И исход президентских выборов решают семь штатов, которые колеблются. И один из главных, ключевых из этих семи штатов, это штат Пенсильвания. Именно туда и полетел Зеленский вначале. Там завод по производству снарядов для Украины. Посмотрите видео. Ну, все, конечно, хорошо. Снаряды. И вот он там встречается дальше с губернатором Пенсильвании. Послушайте его выступление. Это мой honor to serve as the governor, and to have you here in the home of Senator Bob Casey, our United States Senator, President Biden, and many others. We are blessed to have so many ukrainians living here in the commonwealth of Pennsylvania, the second largest number in the entire United States of America. And we feel a special kinship to them and to all of you in your work to defend Ukraine. We stand with you, and we look forward to the conversation here today, and we're honored that you're spending time with us. Но проблема в том, что губернатор Пенсильвании Шапира – это такой очень известный демократ. И в делегации, которая была с Зеленским в Пенсильвании, не оказалось ни одного республиканца. И еще перед этим были дебаты Трампа и Харрис. Как раз они проходили в Пенсильвании. И Харрис обращалась к жителям, говорила о том, что там очень много в Пенсильвании, 800 тысяч американцев польского происхождения. Плюс там еще порядка 100 тысяч американцев украинского происхождения. Она это использовала и говорила об Украине. В общем, как бы со стороны кажется, ну поехал в Пенсильванию и поехал. Но в дипломатии, дипломатически это была катастрофа. Это было большой ошибкой. И так делать было нельзя. Результат? Ну результат мы имеем. Значит, сегодня Зеленский встречается с Байденом и Харрис. А Трампом встречи, судя по всему, не будет. И если не будет встречи ни с Трампом, ни с Венсом, которого, кстати, в интервью Нью-Йоркеру перед поездкой Зеленский еще умудрился раскритиковать так. Если Трампа он мягко покритиковал, то Венса довольно жестко. А это кандидаты их вице-президенты. В общем, если не будет встречи ни с Трампом, ни с Венсом, ну то это провал полный этого визита. Это не то, что ничего не добились. Это не нужно было, а очень усложнили себе жизнь. Нужно понимать, что Трамп может стать президентом США. Вот сейчас послушайте, что говорит Трамп, когда он говорит, что тут приехал Зеленский. Миллиарды долларов просит, а при этом атакует вашего любимого президента, то есть его Трампа. Он так и говорит, послушайте. Дальше он вообще там выдал целый спич про Украину, разрушенную. И что виноват Байден и Харрис, и Путин, конечно, не ангел, но любая сделка лучше, чем ее отсутствие и так далее, и так далее. Много чего сказал. Но нужно понимать, что мы конкретно вошли в клинч с Трампом и его командой. Мы имеется в виду Украина. И сделано это, потому что вот так вот из-за глупости и из-за неправильного, ну, в общем, нельзя было делать такую поездку, которую сделал Зеленский. Напомню, кстати, что с этими поездками его на Генассамблею, он уже больше туда, может, не ездил. Год назад он поехал и в своем выступлении обидел поляков. У них там тоже как раз были выборы. И опять это все вошло в выборную струю и с поляками рассорились год назад. Но это полбеды, потому что то, что мы рассорились сейчас с республиканцами, ну, это уже реальная, реальная, друзья, проблема. Трамп может выиграть эти выборы. Просто там шансы 50 на 50. И вы понимаете сами все последствия. Более того, если Трамп не выиграет эти выборы, то все равно у республиканцев есть очень высокие шансы взять контроль над Сенатом, верхней палатой. Ну, и пока на сегодняшний день они контролируют и нижнюю палату. Ну, может быть, демократы ее возьмут контроль над нижней палатой. В общем, республиканцы это, знаете, двупартийная система в США. Республиканцы это основа основ, точно так же, как и демократы. Украине нужна двухпартийная поддержка, и демократов, и республиканцев. И поссориться с кем бы то ни было из них, что с демократами, что с республиканцами, это безумие. И здесь нужно быть очень осторожным. Ну, вот я там давал интервью, вы посмотрели часто, две американские СМИ, вот там вчера давал CNN. Президент Зеленский has been forceful in his comments over the last two days, sitting for more interviews as well here in the United States to plead Ukraine's case. Is it effective? I hope so. We will see, but it's very important for us to spread our message, to speak with our partners, and the United States of America is our ally number one. And especially now, when the United States are in the elections and in very turbulent political waters, it's very important to remind that whoever will win the elections in the United States, support of Ukraine is not just in the best interest of Ukraine, but in the best interest of the United States too. Ну, они несколько раз мне задали вопрос, а вот Трамп, а вот Венс. Ну, я не позволил себе сказать что-то, что может быть использовано, как там, что я там атаковал Трампа или Венса. А что я? Я там депутат народный, да, парламентарий, а не президент. А тут целый президент. В общем, друзья, это плохо. Ну, и дальше, как я сказал, Джонсон написал уже письмо, требует отставки посла Украины. Ну, это такое уже, знаете, ну, это просто скандал. Еще конгрессмены-республиканцы написали письмо и будут проводить расследование поездки Зеленского в Пенсильванию, не было ли это вмешательством в американские выборы. В общем, мы конкретно вклеились здесь в нехорошую историю и вляпались, знаете, как говорится. И это результат вот этой дипломатии в стиле, вся эта, вот в стиле Зеленского. Такая вот дипломатия, я не знаю, агрессивная, я бы так ее сформулировал. Никто не спрашивает МИД. Он сам, по-моему, решил, что он лучший дипломат в мире. МИД никто не спрашивает. А нам нужно работать, для этого и есть МИД. Нам нужны вообще аналитические центры по США, как и по России. На которых у нас нет. И с ними нужно советоваться. И очень все тщательно выверять. Для нас поддержка США жизненно важна. Без двухпартийной поддержки от США, знаете, с их поддержкой, у нас есть шансы выиграть эту войну. Без их поддержки мы ее точно проиграем. Просто нужно понимать, что на кону. Любую ситуацию можно исправить, и эту ситуацию тоже. Но первое, что нужно сделать, нужно отказаться от вот этого стиля, агрессивной вот этой дипломатии. Нужно отказаться. Нужно, чтобы Зеленский начал наконец-то слушать дипломатов, профессиональных, кадровых, а не считать себя лучшим дипломатом на планете, самым потужным. Это не то, что не работает, но это уже конкретная проблема для всей страны. Друзья, ну вот такая история. Не веселый этот блок, но важный. И мы должны об этом говорить. Потому что пытаться это не заметить, уж никак не получится. Держим строй.